привет друзья с вами варчик взял три отметочки на вк 75 501 к это значит что пора делать видосик гайд после трех отметок что хочется сказать про этот танчик в общем и целом это очень неудобно такая баржа для того чтобы неудобно переносить по полю боя 500 альфы в целом все на этом можно заканчивать обзор этого великолепного танчика это наверное один из самых неудобнейших переносчиков альфы 490 но он находится на восьмом левеле и альфу 490 на тяжелом танке на восьмом левеле попробуй найди и не получится но что у нас есть кроме альфы 490 неплохое пробитие 226 обычным снарядом 263 голдовым в принципе все какого-то повышенного пробития фугасом нет 65 пробития фугасиком и дальше уже по орудию все плохо точность 039 сведения 27 скорость полета снаряда обычная получается что пушка кривая вдаль не постреляешь уязвимой зоны толком не по выцеливаешь более-менее нормально урон наносится когда враги подъезжают поближе и уязвимая зона большого размера поскольку времени свистись что-то там выцелить этого всего не будет но и в ближний бой нам ехать тоже нельзя почему потому что у нас дпм 1651 мы стреляем примерно один-два раза в день обзор у нас 380 светляк мы тоже такой себе и удельная мощность 12 с максимальной скоростью 30 километров у нас еще и башни находится сзади грубо говоря если допустим на прокачку орудия выделить допустим 10 очков то из этих 10 очков у нас примерно 8 ушло на увеличение альфы получилось 490 остальные два очка ушли в никуда сведение у нас плохое точность плохая дпм у нас нет вообще есть только альфа и больше ничего также комфорта стрельбы еще особо нет потому что увы и нам нет у нас башни находится сзади из-за этого мы все время когда едем вперед первое что враги видят это то что у нас выезжает пузо и потом через полдня жопа на которой стоит башни единственное как мы удобно можем себя чувствовать это если мы в городе от стены бортиком выезжаем все больше никаким образом мы себя комфортно не можем чувствовать вообще ни в одном бою от башни мы играть не можем опять же внимание нет башня находится сзади еще и на крыше башни находится лючок который легко пробивается опять же он находится сбоку если вы одной стороной выезжаете то лючка не видно в городе когда цветные рать если другой стороной выезжаете туал Tsuk выезжает самый первый то есть даже в городе от стены играть не всегда комфортно так может быть если у нас еще и динамика плохая, то у нас броня хорошая, но если мы стоим без укрытия в чистом поле, то как танчик не поверни, он все время легко пробивается. Если мы стоим ровно, легко пробивается НЛД. Если мы перед танка опускаем, а жопу поднимаем, то пробивается ВЛД. Если мы выкручиваем ромбик, то там чуть-чуть больше поворачиваешь, уже и борт пробивается. В НЛД не намного больше становится брони. Идеальный ромбик, конечно же, когда пушка смотрит на каток, но в целом брони все равно не будет. Поэтому нам нужно целиком становиться за дом и играть от бортика вдоль стены, иначе нам будет неудобно и нас будут всегда пробивать. Создать себе такую ситуацию, чтобы успевать зарядиться, нас не убивали и мы накидывали по врагам крайне тяжело. Поэтому это очень сложный танк в реализации, но у него 1600 хп, не так уж и мало. Но на нем довольно-таки сложно и неудобно ездить, поэтому потратить эти 1600 хп довольно-таки легко. Можно за один выезд неправильно из-за поворота на месте и сдохнуть. Поэтому на этом танке тяжело танковать. От башни он танковать не может. В чистом поле ромбики ставить на нем не особо поможет. Только играть в городе от борта. Еще и лючок иногда может даже в городе от борта нам помешать поиграть. КД у нас очень долгая. ДПМа нет вообще. Точности никакой нет. Стабилизации, сведения ничего нет. Есть только альфа. И эту альфу засунули в неудобное такое вот нечто. И на этом неудобном нечто нам нужно переносить эту альфу по бою и пытаться ее давать. И после того, как мы ее дали, мы должны быть в укрытии. Потому что ДПМа нет. В ближний бой никому нам подъезжать нельзя, потому что нас любой танк на ДПМе разберет. По открытым полям ездить нельзя. Выезжать, где много стрельбы, тоже нельзя. Но при этом мы должны как-то доставлять эту альфу до врагов. Это, наверное, одна из самых сложнейших задач. В картошке на таком танке умудриться доставить эту пушку до врага. Таким образом, чтобы сделать выстрел и еще и нанести урон. Потому что выездимые зоны толком не повыцеливаешь. А урон где-то брать нужно. Планка на 3 отметки 2600. Это такая вот. Чуть лучше, чем плохая. Даже толком средней ее не назовешь. Видно, что танчик слабоватенький. Но, честно говоря, на нем можно выдавать какой-то результат. Геймплей, конечно, специфический. Влияние на бой тоже посредственное. Но свои цифры в бою выбивать можно. Вопрос в другом. Интересно ли это будет, поскольку настолько неудобно на нем играть. Настолько неприятно. И на все нужно закрывать глаза. И при этом внимательно следить за боем, чтобы не пропустить тот момент, когда мы сможем выдать свою альфу. Мы вроде бы должны играть спереди, поближе к врагам. На таком здоровенном неудобном танке. Но нас не должны замечать. Мы такой вот жирный и неуклюжий ниндзя. С большой дубиной вместо катаны. И должны этой дубиной корявой в нужный момент умудриться попасть по врагу. Да так, чтобы это еще имело какой-то смысл. И после того, как мы дубиной своей замахнулись. Мы очень долго восстанавливаемся. Порекомендовать я, конечно, его не могу никому. Вообще никогда в жизни ни за что. Но в целом проводить бои на нем можно. Иногда очень редко для разнообразия просто поездить побахать альфу. Но для этого нужен невероятный скилл, терпение и умение следить за боем. Знание всех прострелов. И молниеносно реагировать на все ситуации в бою. Так, чтобы вас и не задавили. И вы успели пострелять. И не отстали от того, что происходит в бою. Успевали за ним. Но при этом многие тактические приемы в бою нам недоступны. Такие как игра от башни. Активная какая-то игра в ближнем бою на первой линии. Кемперить мы тоже толком не можем. Танковать и размениваться хпшкой тоже нам очень тяжело. Крайне сложный, неуклюжий и неприятный танк. Когда ты берешь три отметки на этом танке. Основная сложность, которая тебя ждет. Это то, что тебе не особо охота на нем потеть. Во многих боях он просто ничего не может. На многих картах на этом танке практически нечего делать. И тяжело вообще как-то подступиться к тому, чтобы поучаствовать в бою. Но пока ты умираешь, ты свою альфу там несколько раз выдаешь. И в целом урон такой и получается. Как там планка нарисована 2600. Такую ты в принципе и выдаешь пока умираешь. В некоторых боях, когда враги крайне хорошо и удачно подставляются. Удается крайне легко много настрелять урона. Вообще казалось бы из ниоткуда ты ничего не делал. Но урона много. Просто за счет того, что враги дозировано в нужное время, в нужном месте подставляются. И они не особо бронированные. Мы просто нажимаем кнопку и оно раз за разом залетает. А каждый залет по 500. А в некоторых боях получается, что неудобно было. Неправильно что-то там прочитали бой. Пару раз там стрельнули. И урона было немного. Но в общем и целом получается там где-то 3000 накидать. Иногда чуть больше, чуть меньше. Планочка выполняется. Отметочка набивается. Но в целом этот танк непонятно вообще зачем нужен. Как первый премтанк я его не рекомендую. Как основной премтанк тоже. Потому что он не особо про фарм серебра. И делать на нем в каждом бою не особо есть что. Поэтому три отметки получено. Основные его особенности я рассказал. Поэтому можно в принципе про него забыть. С вами был Варчик. Играть красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте заходить в группу ВКонтакте. Всем пока. Удачного дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok